4 на 4 нет сложнее в мире. Гроссмейстер Владимир Вигман. Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим одно из самых сложных окончаний в русских шашках. Данное окончание анализируется уже на протяжении без малого 100 лет. И в анализах применили участие такие известные шашисты, как Кукуев, Буткевич, Пустынников, Цирик, Алексеев, Михеев, Ефименко, Виноградов, Максим Федоров, Гроссмейстер. И, друзья, сегодня мы с вами попробуем рассмотреть все возможные атаки и, соответственно, защиты в этом непростом окончании. Вот эта самая позиция, которую, друзья, сегодня мы с вами будем рассматривать. Но прежде я хотел бы показать более сложную позицию, которая случилась в партии Гроссмейстера Зиновия Цирика и узбекского мастера Якубова. То есть в этой позиции Гроссмейстер Цирик сыграл ДЕ3 и поставил мастеру Якубову хорошую позиционную ловушку, в которую тот, кстати, и угодил. То есть на протяжении всей партии мастер Якубов проводил там просто героическую защиту, но все-таки не справился и проиграл в итоге. То есть мастер Якубов сыграл АБ4, а этот ход проигрывает. В этой позиции надо играть было ЕФ6 и затем после хода ФЕ5, ФЖ7, ЕФ4, ЖА6, ЕФ6 возникает вот это окончание, которое нас интересует. В партии же мастер Якубов ошибся и в этой позиции ответил АБ4. Ну кажется, что можно защищаться и таким образом, на самом деле этот ход проигрывает. То есть кажется, что белым нельзя нападать вот таким образом, потому что черные просто отходят. Ну и на ход ДЦ7 черные играют СД4 и как бы белые не били, черные остаются с лишней шашкой. Все вроде бы логично, но на самом деле после хода ЕД6 и отхода черных ЕФ6, белые неожиданно играют ФЕ5 и выигрывают во всех вариантах. Например, если черные бьют в эту сторону, тогда мы играем ЕФ4. Ну и затем возникает оппозиция 3 на 3. Тут все очень быстро заканчивается, белые выигрывают. Если же черные бьют в эту сторону, тогда бьем на Ж7 и затем на поле СД5. Ну и здесь черные проигрывают. То есть на размен возникает оппозиция 2 на 2. Если же черные играют ФЖ7, ну тут белые легко выигрывают. То есть в этой позиции играем ЕФ4 и на ход ЖФ6, затем играем СБ6. Черные играют ЕД6. Тут важно точно напасть ходом ФЖ5. Черным надо отходить, белые жертвуют шашку и ставят дамку. Надо жертвовать. Ну на ход СБ4 нападаем. Надо отходить. Снова нападаем и легко выигрываем. То есть еще раз. В этой позиции надо именно меняться. И затем после хода ФЕ5 играть именно ФЖ7. Остальное проигрывает. Затем играем ЕФ4. Ну и на ход ЖА6 играем ЕФ6. В этой позиции, друзья, у черных есть два хода. СД4 и АБ4. Ход АБ4 здесь проигрывает. Надо именно играть СД4. Ну давайте разберем ход АБ4. Варианты проигрышности данного хода были найдены московским мастером Николаем Кукуевым. То есть после АБ4 играем ФЕ7. И на ход БЦ3 ставим дамку на Д8. Ну надо играть СД2. Тогда белая игра ДЦ7. И здесь можете сами поставить видео на паузу. Попытаться найти варианты защиты. Здесь надо жертвовать шашку обязательно. То есть играть АЖ3. И белые бьют вперед. В этой позиции есть... Ну надо ставить дамку на Е1. И белым надо точно играть на поле Б8. То есть только этот ход ведет к выигрышу. Тут у черных уже есть несколько вариантов защиты. То есть если черные играют, допустим, дамкой на поле Е5, то у белых здесь есть красивая комбинация, найденная гроссмейстером Зиновием Цириком. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее. Довольно-таки симпатичная комбинация. Отдаем дамку и затем отдаем еще две шашки. Она довольно-таки неожиданная. Ее надо знать, запомнить. Если же черные играют дамкой на поле С3, тогда просто нападаем, надо закрываться. Затем отдаем шашку и бьем дамку. Надо играть АБ2. Мы просто нападаем. Ну и видите, черным некуда ставить дамку. Их дамка в любом случае гибнет. В этой позиции остался единственный ход, не рассмотренный из-за черных. СД4. Тогда белые нападают. Надо отходить. И белые точно играют дамкой на поле Е3. То есть, видите, ограничили дамку черных. Черным здесь надо жертвовать шашку. Ну и пытаться занять большую дорогу. Здесь есть, в принципе, выигрыш и после перевода дамки на поле H2. Но гораздо симпатичнее отжертвовать шашку и занять большую дорогу. И видите, друзья, здесь черным просто некуда ходить. То есть, на ход дамкой на Б4 или на А5. Белая играет дамкой на С3. И дамка черных гибнет. Поэтому черным приходится жертвовать шашку. Но белые свободно проводят все три шашки в дамке. Строят треугольник Петрова и легко выигрывают. То есть, в этой позиции мы рассмотрели проигрывающий ход АБ4. Здесь надо играть именно СД4. Этот ход ведет к ничьей. Белая играет ФЕ7. И на ход ДЦ3 ставят дамку именно на поле Д8. Черная играет СД2. Ну и здесь у белых уже есть несколько вариантов для атаки. Более серьезная атака, возможно, после того, как белые занимают дамкой большую дорогу. Если же занимать дамкой поле С7, здесь более простая защита за черных. Ну, сразу же скажу, что нельзя черным ставить дамку. То есть, на такой ход белые играют дамкой на Е5. И дамкой черных гибнет. А на такой ход белые проводят комбинацию. То есть, отдаем одну шашку. Затем вторую. Бьем шашку и дамку. И легко побеждаем. Поэтому в данной позиции отдаем шашку ходом СЖ3. И ставим дамку именно на поле Е1. Сейчас, если белые играют дамкой на поле Е5, тогда мы играем на поле Ф2. Ну, и после того, как черные и белые уйдут дамкой на А1, мы занимаем поле Ж1. Эту позицию белые выиграть не могут. Почему? В этой позиции белые рано или поздно пойдут ФЕ5. Тогда мы нападаем на шашку Е5 с тыла. Надо отходить. И затем играем дамкой на Д6. То есть, белыми надо играть на С3. Черные играют дамкой на поле С5. Ну, и на ход дамкой на Е5 уже играют дамкой на А7. Ну, и грозят на любой ход, в принципе, разменять две шашки. И партия закончится ничьей. Если же белые в этой позиции не играют дамкой на Е5, а играют дамкой на Б8, тогда черные занимают большую дорогу. Ну, и на ход БА7. Здесь за черных надо точно отдать ХЖ5. Ну, и после того, как черные-белые побьют шашку, эта партия очень быстро заканчивается ничьей. То есть, черные будут просто бегать по полям А1 и А8. И у белых нет никаких идей для игры на победу. Если же шашку не пожертвовать в этой позиции, то есть, сыграть, допустим, на поле А1, то позиция черных очень быстро становится проигранной. То есть, белые играют на Ж1, черные на Х8, белые играют Ж2, и вот эта позиция уже выигранная. То есть, друзья, давайте запомните, что в этой позиции белые побеждают независимо от очереди хода. То есть, видите, сейчас уже ХЖ5 нельзя пожертвовать, потому что белые бьют на Ф6, и дамка черных гибнет. Соответственно, нельзя останавливаться на срединных полях из-за хода ХЖ5. Ну, и также на поле А1 нельзя ходить, потому что белые играют ХЖ5. И на любой ход дамки черных, ну, допустим, сюда белые отдают одну шашку, надо бить до конца, затем вторую, затем третью. Ну, и получается, противостояние белой и черной дамки на большой дороге, так называемый столбняк. Белые побеждают. Если бы была, допустим, такая позиция и ход именно черных, то есть, в этой позиции белые побеждают после хода ХЖ5, и все сводится к рассмотренным вариантам. А если же ход черных, то здесь они могут защититься, то есть, отдают шашку, ну, и здесь белые не могут победить. Еще есть интересная позиция, вот такая. В этой позиции черные также могут защититься, то есть, они могут сыграть точно дамкой на Ф8, ну, и после хода ФЕ5, здесь черные разменивают шашку белых А3 и также достигают ничьей. Поэтому вот в этой позиции все-таки я рекомендую сразу же отдавать шашку и затем играть по полям А1 и А8, легко достигая ничьей. Если же белые в этой позиции не играют на поле С7, то есть, мы рассмотрели эту атаку, она довольно-таки простая для защиты черными, но здесь есть гораздо более сильное продолжение за белых дамкой, играть на поле Ф6. Здесь, в этой позиции, надо черным обязательно жертвовать две шашки, а остальные продолжения все проигрывают. То есть, надо играть АЖ5 и затем АБ4. И только здесь черные могут защититься. То есть, они ставят дамку на поле Е1, надо отходить, и затем играют АЖ3. Ну, и в этой позиции у белых есть несколько вариантов игры. Рассмотрим вариант игры, связанный с жертвой шашки, то есть, белые здесь играют АЖ7. То есть, вместо того, чтобы отходить, они могут пожертвовать шашку и затем поставить дамку на поле Ф8. Вот данное продолжение очень хорошо разобрано как раз гроссмейстером Цириком. Давайте рассмотрим его. В этой позиции черные играют дамкой на поле Б8, то есть, освобождают путь для своей шашки АЖ4 в дамке. Ну, естественно, белые сопротивляются этому плану и играют дамкой на поле АЖ6. То есть, что хотят белые? Если сейчас черные сыграют АЖ3, белые отдадут дамку и легко победят. Поэтому так играть нельзя. И черные должны сыграть. В позиции, друзья, черным нельзя нападать, потому что белые закроются дамкой. Ну, видите, грозят поймать дамку черных, а если черные отходят, тогда уже белые проводят третью шашку в дамке и легко побеждают. Потому что у черных постоянно нет хода АЖ3 из-за того, что белые отдают одну из дамок и она погибает благодаря своей же шашке. Так называемый шлагбаум возникает. То есть, в этой позиции нельзя играть таким образом. АЖ3 также нельзя. Остается играть дамкой на поле АЖ2. Теперь белые играют дамкой на поле Д2 и у черных единственный ход. То есть, им надо играть именно АЖ4, Ж3, шашкой ходить. Нельзя нападать дамкой на шашку белых с поля Ж1, потому что здесь красивый выигрыш за белых. Белые играют дамкой АЖ на Д4, закрываются. Ну и на ход Ж2 играют СБ6. Теперь, если черные снова нападают, тогда белые уже закрываются второй дамкой, то есть, грозят поймать дамку черных. Поэтому черным надо отходить снова Ж2. И белые играют Б7. Черным надо препятствовать проведению белыми второй дамки. Они играют дамкой на А7. Ну, белые здесь все-таки побеждают. Они играют красиво ЕФ4. Ну и куда бы черные не побили, они проигрывают. То есть, если они бьют на поле АЖ2, белые ставят дамку, и черным просто некуда ходить. То есть, на ход АЖ3 играем дамкой таким образом. Если же черные бьют на поле АЖ3, тогда белые ставят дамку. Ну и здесь тоже, видите, нельзя отходить. Если сюда, то сюда ловится. А если сюда, то даем одну дамку и побеждаем. Вот так красиво. Поэтому в этой позиции еще раз нельзя нападать дамкой. Надо играть именно АЖ3. Черные грозят провести вторую шашку в дамке и уравнять эту позицию. Белым надо играть дамкой на поле Д4. Ну, черные здесь отдают шашку и занимают большую дорогу, достигая ничьей. Ну и, наконец, два главных варианта атаки за белых. То есть, после постановки дамки черными на поле Е1 мы рассмотрели план, связанный с жертвой шашки Ф2. Но белые не обязаны играть так. Они могут отойти. И здесь есть два сильных плана. План, который принадлежит мастеру Игорю Алексееву. То есть, черные здесь играют АЖ3 и белые здесь могут напасть дамкой на шашку с поля АЖ4. Ну, естественно, надо отходить. И белые играют ЕД4. Черные ставят дамку на поле АЖ1. Ну, дамкой на поле Е5 здесь нельзя, потому что белые сыграют АЖ7 и здесь победят. То есть, видите, постановки дамки не будет, потому что белые тут же ее разменяют и выиграют. Поэтому в этой позиции надо ставить дамку. Теперь белые играют АЖ7 и черные играют Ж2. То есть, отсекают шашки белых по двойнику от похода в дамки. Белые играют СБ6 и здесь надо точно напасть в поле Ж1. Нельзя играть дамкой на поле Б4, потому что белые играют БА7. Ну и на ход БА3 просто ставят дамку на поле Б8. Затем разменивают дамку на поле АЖ2 и легко побеждают. В этой позиции еще раз нападаем сзади, с тыла. Надо закрываться. И теперь уже играем Ж2. Белые играют БА7 и черные играют дамкой на поле Б8. Ну и здесь все-таки черные достигают ничьей. Например, белые ставят дамку на поле АЖ8, черные играют ЕД2. Здесь белые играют дамкой на Е1. И важно точно сыграть дамкой либо на поле С1, либо на поле АЖ6. Ну, допустим, на поле С1 сыграли. То есть надо играть АЖ7. Видите, черные грозили напасть на шашку С5 сзади и сделать позицию ничейной. Здесь они не могут пока напасть. Но здесь есть так называемый ничейный вечный шаг. То есть играем точно дамкой на поле АЖ6 и белым надо отходить. То есть, ну, допустим, на поле Б2. Ну, тогда черные снова нападают дамкой с поля С1. То есть, видите, постоянно как бы надо играть белым только на поля Б2 и Ж7, потому что черные грозят на шашку С5. И вот за счет вот этого вечного шага черные все-таки достигают ничьей. Ну, и наконец, рассмотрим последний план атаки за белых. То есть мы рассмотрели вот такой план. Это план Игоря Алексеева. А есть план, связанный с ходом СБ6. То есть белые сразу же устремляются в дамки. Теперь черные играют GH2 и белые играют Б7. Черные ставят дамку. Надо закрываться. Другого нет. И здесь черные играют дамкой на поле АЖ4. Теперь белым лучше всего поставить дамку. То есть вот таким образом. И черные играют дамкой на поле Т8. То есть важно перевести дамку именно на поле Д8. Теперь белые играют Б7. То есть видите, тут они не могли разменять дамку, потому что черные бы побили на поле Д4. И после размена черные успевали занять большую дорогу вот таким образом. То есть так играть нельзя. А теперь белые играют Б7 и грозят отойти дамкой и уже разменять дамку Ж1. Поэтому надо играть GH2. И теперь белые играют дамкой на поле А1. Ну и черным лучше всего сразу же переводить дамку с поля H2 на поле Д8. Ну и здесь форсировано получается ничья. То есть лучший здесь ход Михеева, связанный вот с таким маневром. То есть играем на поле Б8. Ну и здесь все равно черные могут защититься. И в этой позиции черным важно напасть ходом ДЦ5 на шашку Е3. Теперь белым надо отходить. Ну и черные здесь форсировано достигают ничьи. То есть играем на F8. Ну и как бы белые не играли, здесь ничья. То есть на ход Fe5 мы уже сразу же играем дамкой на поле А5. И если черные, белые вернее играют Е6, мы нападаем, надо отходить. И размениваем две шашки вот таким маневром, достигая ничьей. Если же белые здесь не играют Е6, допустим играют Б7, тогда нападаем с поля С7, надо отходить. Ну и снова возникает этот вариант. То есть еще раз нападаем, надо отходить. И размениваемся. Вот таким образом черные могут достичь ничьей. То есть друзья, в этой позиции мы рассмотрели ход Михеева АБ8. Но здесь можно было сыграть, допустим, ЕД4. Но все-таки черные здесь могут форсировано достичь ничьей. То есть после хода ЕД4 играем дамкой на F8. Ну и все равно все сводится вот к этим вариантам, которые мы рассмотрели. То есть надо играть, допустим, на ДЕ5 нападаем снова. Ну и после всех ходов размениваемся. А если белые играют, допустим, на Б8 дамкой, тогда снова нападаем, отходить надо. И играем дамкой на Д8. Ну и как бы белые здесь снова не играли, партия заканчивается ничьей. То есть на такой ход нападаем снова и размениваемся. Еще в этой позиции за белых, кроме хода АБ8 и ЕД4, возможен ход дамкой А7 на поле Д4. Но здесь надо точно играть Д на АЖ2. И во всех вариантах черные достигают ничьей. То есть этот вариант также найден мастером Алексеевым. В чем вот суть? То есть на ход АЖ7 мы уже размениваемся вот таким образом с ничьей. То есть так играть нельзя. А как остается играть? Если белые здесь, допустим, играют ДЦ5, тогда мы размениваемся вот таким образом. То есть как бы белые здесь не играли, черные достигают ничьей. Если белая дамка идет на поле Б2, тогда черные нападают вот с поля Б6, надо закрываться, ну и возникает снова эта позиция, повторение ходов. Если же белые играют на поле С3, здесь уже нападать таким образом нельзя. То есть надо быть аккуратным, потому что белые играют ЕФ4 и выигрывают вот таким образом. То есть в этой позиции надо играть аккуратно. После хода дамкой на поле С3 нападаем именно с этой стороны. Ну и здесь уже снова белым надо закрываться, и тогда черные отходят. И снова опять повторение позиции. Ну и последний вариант на сегодня. То есть рассмотрим, если белые играют дамкой на H8, тогда черные нападают, белые закрываются вот таким образом. И здесь важно уйти на поле А7. Ну и теперь как бы белые не играли, черные все-таки достигают ничьей. То есть надо играть HG7, а HG7, потому что черные грозят пойти таким образом и затем разменять шашку и дамку. То есть играем HG7 и на такой ход белые нападают, надо отходить. Ну и здесь как бы белые не играли, все-таки черные достигают ничьей. То есть на ход HG7 просто нападаем с тыла, видите? А какие тут ходы еще есть? А больше никаких ходов других нет. То есть ничья. Ну здесь еще один вариант есть. Давайте рассмотрим его. Если белые играют дамкой на поле C3, с поля А1, тогда играем точно дамкой DE7. Ну и здесь возможны следующие варианты. Если белые играют дамкой на G7, тогда мы нападаем с поля C5. Надо закрываться. Ну и снова тут повторение позиции. Если же белые играют дамкой на А1, то снова повторение позиции. То есть так-так. А какой еще остался единственный ход тут нерассмотренный? Остался ход HG7. Ну тогда черные нападают с поля G5 на шашку. Е3 надо закрываться. Черные играют GH6. Ну и на постановку дамки все-таки размениваются вот таким образом и достигают ничьей. Друзья, сегодня мы с вами рассмотрели одно из сложнейших окончаний в русских шашках. Вроде бы показал все интересные варианты, которые могут возникнуть в игре. Думаю, сейчас вам будет уже намного проще защититься в этой позиции. Если вам понравилось данное видео, то пожалуйста, поставьте мне Лукаса, подписывайтесь на канал, можете поделиться этим видео в соцсетях, пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, если что-либо не ясно, отвечу на все вопросы. До свидания, увидимся на шашечных баталиях. Играйте много, играйте честно. Субтитры сделал DimaTorzok